Доброе утро! В эфире рубрика «Читай город». Развивать в ребенке нестандартное мышление нужно начинать с самых малых лет, поэтому так важно подобрать действительно полезные книги, которые ответят на вопросы вашей «почемучки». Сегодня у нас книга о Матильде Мастерс. «Может ли жираф облезать свои уши?» В этой книге она представила 320 фактов обо всем на свете. Матильда Мастерс – путешественник и исследователь. Она сделала своей профессией открытие новых стран и континентов. А ведь это непросто, потому что многие из них уже открыты. Но Матильда не сдается, а все, что узнала во время поисков, описывает в своих книгах. В представленном издании она дает ответы на вопросы, кого на Земле больше – мужчин или женщин, можно ли взвесить свою голову и многие другие. В этой необычной энциклопедии вы найдете информацию на любой вкус. Кстати, глава про вкус тоже есть. Если ваш ребенок еще не знает, куда пропадает мусор после того, как его выбрасывают в мусорное ведро, все просто купите ему книгу автора Дмитрия Вишневского. Мусор бывает разный – космический, бытовой, промышленный. Из всех этих отходов можно сделать множество вещей. Даже ту футболку, которую носит ваш ребенок. Автор этой маленькой, но очень интересной книжки Дмитрий Вишневский. Не только расскажет, как собирают, сортируют и куда отправляют содержимое баков, но и какие машины, устройства и заводы для этого нужны. Завершаем наш топ книгой Эриты Скьяво. Вместе с иллюстратором она подготовила занимательные факты о животных в метрах и миллиметрах. Перелистывая страницы этой книги, вы можете увидеть птиц, насекомых, рыб, зверей так близко, как это не удастся сделать в зоопарке. Вы сравните клыки, языки, хвосты и отпечатки лап разных зверей, а заодно узнаете немало интересного о мире живой природы. Я уверена, что эти книги будут интересны не только детям, но и их родителям, поэтому я вам желаю приятного чтения. С вами была Алена Павлова, рубрика «Читай город». До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok